Приветствую, друзья! С вами рубрика Мусорное Искусство. Меня по-прежнему зовут Алексей. И сегодня мы делаем вот такую свинку-копилку. Если вы хотите сэкономить деньги на покупке копилки, или же кому-нибудь подарить такой прикольный подарок, тогда смотрим мое видео. Я научу вас, как сделать вот такую забавную вещичку. Для сегодняшней нашей поделки нам понадобится баночка из-под спортивного питания, цветная бумага розового или сиреневого тонов, цвет нашей хрюшки, палочки для суши, из них будут ножки сделаны, наш неизменный перочинный ножик, маркер и ножницы. Ну, а также клей ПВА. Приступаем к поделке. Берем наш лист цветной бумаги, переворачиваем его, прикладываем нашу баночку и отмечаем маркером границы, которые нам нужно отрезать бумагу. Вот и все. По этой линии можно провести линейкой, а можно просто обрезать. Обрезаем. При помощи обычной линейки замеряем радиус крышечки, для того, чтобы вырезать кружок из цветной бумаги. Здесь у нас будет пятачок нашей крюшки и заднюю часть баночки, чтобы тоже сделать в розовый цвет. Теперь мы знаем наши размеры и вырезаем кружочки в соответствии с ними. По итогу у нас должна получиться большая полоска для обклейки всего корпуса баночки, задний кружочек и передний для пятачка. Приклеиваем. По итогу у нас должно получиться вот такое изделие. Со всех сторон по максимуму обклеено розовой цветной бумагой. Нам осталось теперь штрихи. Ножки, например. Из чего же мы их делаем? Берем наши китайские палочки. Заранее я их обрезал по примерно одинаковой длине. И нам нужно сделать отверстие для этих ножек внизу и вверху щелка, куда мы будем, собственно, кидать монетки. У нас же в конце концов копилочка. Итак, приступаем к проделыванию отверстий в нашей бочке. Теперь вставляем наши ножки в проделанное заранее отверстие. Раз. Два. У нас должно получиться вот такое чудо-юдо. Бочка на палочке, если не вникать в подробности. Теперь рисуем вверху щелку для монеток и вырезаем ее. Вот я проделал отверстие. Испытание его будет в конце, когда будет копилка полностью наша готова. И дело осталось за малым. Нам нужно придать вид, что это действительно хрюшка. Я приклею глаза из цветовой бумаги или обычной белой. Наклею ушки. Нарисую ноздри у пятачка. И сзади хвостик крючком. В принципе, и все. Вернусь после того, как все это проделаю. Ну вот, друзья, моя свинка-копилка из баночки готова. Как видите, нарисовала и ноздри. Ротик, язычок. Даже если посмотреть на сам пятачок, он как отдельный смайлик. Глазенки. Ушки смешные. И сзади что-то подобие хвостика. Мне мое изделие нравится. Не знаю, как вам. Надеюсь, тоже. Если нравится, ставьте лайки. Ну что, проведем тест-драйв. Первый пятачок в наш пятачок. Извините за повторяющиеся слова. Итак, беру монеточку. Вуаля, все готово. А для того, чтобы, когда у нас денежка накопится, чтобы не разбивать нашу веселую копилочку, достаточно просто открутить наш пятачок. И достать деньги. Надеюсь, вам понравилась моя поделка. Подписывайтесь на мой канал, ребята. Делитесь моими роликами в социальных сетях, если вам нравится и хочется показать мои прикольные поделки кому-то. Я буду вам за это очень благодарен. А с вами был по-прежнему Алексей и рубрика «Мусорное искусство». Вам, ребята, я желаю всем всестороннего развития и творческих успехов. Пока, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok